Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса Это остеохондроз и связь остеохондроза с паническими атаками, с вегетативной дисфункцией, с неврозом Почему-то в последнее время большое количество вопросов по этой теме возникло Я отвечал в перископе несколько раз по этому поводу, но вопросов все больше и больше Поэтому принял решение записать такую официальную лекцию для зрителей канала, для подписчиков Будем сегодня разбираться о том, что такое остеохондроз, какая связь, есть ли эта связь, если есть, то в чем Ошибки, заблуждения, мифы, профанация и так далее и тому подобное Поэтому предлагаю всем подписчикам, всем зрителям, у которого будут возникать вопросы по поводу остеохондрозы По поводу их шеи, по поводу их симптоматики и связи с ВСД Обращаться к этому видео или поделиться этим видео с людьми, которые так или иначе думают, что у них есть какая-то связь Поделиться этим видео, чтобы они посмотрели И хочу договориться с вами заранее, что больше роликов на тему остеохондроза я снимать не буду Потому что все, что я могу вам сказать и сделать, что ли, я в этом видео изложу В том полном объеме И этого объема вполне хватит для того, чтобы навести некоторый порядок в голове И все-таки понять, что надо делать, что первично, что вторично, что вообще такое остеохондроз, а что такое паническая атака Как это связано и так далее и тому подобное Значит, начнем нашу лекцию с того, что прежде всего надо Когда мы говорим об остеохондрозе или о связи остеохондроза и вегетососудистой так называемой дисфункции Сейчас объясню, что я буду называть под терминами, чтобы вам было более понятно Прежде всего надо понять, что же такое остеохондроз Потому что многие авторы и в интернете, и на форумах, в каких-то социальных сетях, социальных группах Говоря об остеохондрозе, и уж тем более приводя свои тезисы о связи остеохондроза И панических атак, и неврозов, не очень, собственно говоря, понимают порой, что же такое этот самый пресловутый остеохондроз Чем он, собственно говоря, обуславливается и как это выглядит Поэтому предлагаю для начала обратиться к слайду, который взят из научной литературы Для того, чтобы просто наглядно обыватель увидел, как выглядит здоровый позвоночник Как выглядит остеохондроз и что такое остеохондроз прежде всего Итак, предлагаю вам посмотреть на этот слайд, и я его сейчас буду комментировать Итак, мы видим слайд, на котором изображено два позвоночника Два рисунка здорового позвоночника и позвоночник больного остеохондроза Как мы видим у здорового позвоночника, мы видим позвоночный столб, мы видим позвонки и межпозвоночные диски Ну, невооруженным глазом видно, что межпозвоночный диск и тело позвонка имеет ровную структуру Не имеет никаких остеохондрозных изъязлений, наростов и так далее Сужение, деформацию позвоночных дисков Мы видим, что позвоночный диск не выходит за его рамки, не выпирает и так далее Соответственно, позвоночник больного остеохондрозом, мы видим разрастание костной ткани и сужение межпозвоночного диска Вот посмотрите на позвоночник больного остеохондрозом Вот эти бугаристые, волнистые наросты костной ткани и сужение межпозвоночных дисков Его деформация, порой выход за свои поля и является тем самым дегенеративным изменением То бишь, определение остеохондроза это дегенеративное изменение в хрящах межпозвоночных дисков А именно их деформация, их атрофирование, их разрушение, их стирание и выход за свои поля Когда межпозвоночный диск выходит за свои поля, мы говорим о компрессии, о зажимах Мы говорим о существенном нарушении качества жизни Сейчас я об этом буду говорить Итак, еще раз посмотрим на слайд и запомним, как это выглядит Так вот, прежде всего, что же такое остеохондроз? Еще раз повторюсь, это анатомические, морфологические, дегенеративные изменения в хрящах Это может быть шейный отдел, грудной отдел и поясничный отдел Безусловно, в том отделе, в котором есть дегенеративные изменения И будет определяться иннервация, и будет определяться некоторая неврологическая симптоматика Если межпозвоночный диск деформирован, поврежден наростами Поврежден стиранием и происходит компрессия сдавливания межпозвоночного диска И эта компрессия сказывается на корешке нерва Соответственно, мы будем чувствовать ту или иннервацию, те или иные изменения в определенных отделах Это может быть и радиация в грудную полость, это может быть зону Это может быть и радиация в руки, это может быть и радиация на затылке Это может быть общие головные боли, это могут быть пронзания Это могут быть ощущения сдавленности, ощущения дискомфорта Ощущения острых болей, вплоть до отнимания ног Вплоть до серьезных неврологических патологий Так вот, что важно понимать, что остеохондроз является самостоятельным заболеванием позвоночника, имеющим свои стадии, имеющим свою диагностику. В диагностике, прежде всего, существенное значение определяется высокоинформативная рентгеноскопия, магнитно-резонансная томография, использование современных технологий, которые могут в широком формате посмотреть о том, в каком состоянии находятся межпозвоночные диски, и оценить это можно объективно только посредством таких высокоточных исследований. Это понятно. Причина остеохондроза, вот здесь я хочу остановиться поподробнее. На самом деле, современная сегодняшняя медицина очень чётко нам отвечает о том, что основные причины остеохондроза и изменения в хрящах – это наша с вами осанка, наш с вами образ жизни, наша с вами подвижность, тонус мускулатуры, который поддерживает позвоночник. Это прямые мышцы спины, если мы говорим о позвоночном отделе, и это трапециевидные мышцы, если мы говорим о шее и грудном отделе, потому что трапециевидная мышца, она поддерживает наши позвонки от шеи до грудного отдела. Также в основных причинах остеохондроза мы выделяем такие причины, как нарушение правил сна, использование неправильных подушек, использование подушек, где пережимается шея, использование всевозможных больших, мягких подушек и так далее. Сейчас я об этом не буду говорить. Это ношение рюкзаков с перекашиванием, это сидение в постоянном гиподинамическом режиме, как вот я сейчас сижу, если я работаю весь день за компьютером, то мой позвоночник будет постоянно в напряжении, будет постоянно находиться под давлением. Поэтому риски для остеохондроза, это прежде всего люди, у которых сидячий образ жизни, это люди, которые много работают за компьютером, это люди с избыточным весом и с нарушением обмена веществ, а именно солей калия, натрия, магния, кальция и прочих электролитов, потому что именно это тоже связано с дегенеративными изменениями в хрящевой ткани. Поэтому остеохондроз, протрузии и прочие дегенеративные изменения являются последствиями нашего, прежде всего, стиля жизни, нашего образа жизни, нашей активности. Именно поэтому на сегодняшний день современная наука, современная кинезиология, неврология предполагает в большей степени профилактику тяжелых нарушений именно межпозвоночных дисков и их здоровья, а именно в виде физкультуры, в виде подвижности, физиопроцедур и так далее, массажей. Все, что снимает сильный тонус мускулатуры спины, все, что заставляет нас двигаться, все, что заставляет нас оздоравливать наш позвоночник, это плавание, это массажи, это стрейчинг, это растяжки, это всевозможные активные образы жизни. Но если ваш позвоночный диск уже поврежден и у вас уже есть серьезные болевые ощущения, то на этот больной позвоночник нужно будет делать специфические упражнения. Этим занимается лечебная физкультура, этим занимаются врачи-реабилитологи, этим занимаются специалисты, которые имеют в своем арсенале специальные упражнения именно для больных позвонков, именно для людей уже с серьезной патологией. Поэтому здесь я хочу поставить жирную точку. Остеохондроз является самостоятельным заболеванием, связанным с прямохождением, связанным с вашим образом жизни, с вашей работой непосредственно. Например, такие работы, я уже повторюсь, это сидячая работа или работа с постоянной какой-то вибрацией, где позвонки и позвоночник постоянно находятся в вибрационном таком состоянии. Это тяжелые занятия спортом, где штанга постоянно находится на шее и постоянно ось, скажем так, давления компрессирует, очень сильно сдавливает позвонки. Именно поэтому больным с остеохондрозом, серьезными заболеваниями позвонков противопоказано приседание со штангой, которое кладется во всяком случае на шею. Да и вообще в целом такая вертикальная нагрузка, где позвонки сжимаются под действием веса. Им больше показаны другие упражнения для ног, где именно по вектору позвоночника не идет нагрузка. То же самое касается движений. В кинезиологии есть определенные движения, определенный их угол для того, чтобы правильно разместить нагрузку. Маленький подыток первой части заключается в том, что остеохондроз является самостоятельным заболеванием именно позвоночника. Теперь будем говорить о том, какую же связь и какие ошибки допускают зрители канала Неврозный Мегаполис и большинство людей, которые испытывают проблемы с остеохондрозом. Если вы посмотрите интернет, почитаете интернет-форумы и будете искать в социальных сетях, вы увидите два больших заблуждения, которым я и хочу посвятить большую часть сегодняшней лекции. Я буду возвращаться к тому, что такое остеохондроз, к их причинам, морфологии и так далее, патогенезу. Первый миф, который обычно я вижу в вопросах или в интернете, это то, что остеохондроз является провокатором панических атак или созданием вегетососудистой дистонии, а иногда даже и неврозов. Такие встречаются тезисы. Остеохондроз не может никаким образом создавать ни панические атаки, никаким образом не может создавать неврозы и эмоции паники, эмоции страха. Объясню почему. Потому что сам по себе позвоночный, межпозвоночный диск, имеющий дегенеративные изменения, никакого отношения к вашей эмоциональной сфере напрямую не имеет. Тут вынуждено говориться, что когда вы испытываете боли, связанные с серьезными проблемами в вашем позвоночнике, тревожный человек, имеющий уже невротическое расстройство, имеющий уже очень сильную тревогу, потому что у него в жизни есть определенные обстоятельства, к которым он относится весьма тревожно, когда у него вдруг начинает пронзать в левом межреберье, или начинает болеть шея, или ныть в области сердца, у него могут прийти мысли в голову о том, что это инфаркт, могут прийти мысли в голову о том, что это какое-то заболевание. Именно по этому поводу может возникать вторичная тревога. Но опять же, его остеохондроз не создавался неврозом. Его остеохондроз создавался его образом жизни, его излишним весом, нарушением обмена веществ и так далее и тому подобное. А то, что боли остеохондроза его настигли в определенный период его жизни, это всего лишь на все стечение обстоятельств. Следующая концепция часто встречается о том, что вегетососудистая дистония или неврозы создают остеохондроз. Еще одно заблуждение, еще один миф. Потому что здесь есть один нюанс, за который обычно цепляются пользователи интернета, которые прочитали концепцию либо Бильгейма Райха о мышечном панцире, либо прочитали общую концепцию о том, что действительно, когда человек находится в состоянии длительного невротического расстройства, если он находится в состоянии длительной тревоги, и вообще в тревоге и в страхе, у нас есть такой природный, скажем так, унаследованный из животного мира атовизм, это подгибание головы. Подгибание головы под шею, под плечи для того, чтобы обезопасить себя. Этот атовизм пришел от природы, когда человек первобытный находился в состоянии тревоги, в состоянии борьбы за свою жизнь, он подгибал голову, чтобы по башке ничего не дало. Он подгибал подбородок, поднимал шею, чтобы как бы голову спрятать немножечко ниже, чтобы по ней ничего не пролетело. Вот такой атовизм у нас есть, и когда мы находимся в состоянии невротического напряжения, то действительно мы подгибаем автоматически голову, пряча как бы голову, чтобы по ней враг нас не ударил. Действительно, трапециевидные мышцы находятся в состоянии гипертонуса. Но этот самый гипертонус трапециевидных мышц не способен стереть ваши межпозвоночные диски, не способен вызвать дегенеративные изменения в хрящевой ткани. Абсолютно нет. Единственное, на что способен вот этот тонус трапециевидных мышц, это создать компрессию вашего позвоночника и даже на позвоночнике, не имеющей серьезной патологии остеохондрозных изменений, создать компрессию висцебральных артерий. Висцебральные артерии – это артерии, которые проходят в позвонках. Посмотрите сейчас, пожалуйста, на этот слайд. Вы видите висцебральные артерии, которые проходят в каналах межпозвоночных дисков в шейном отделе. Когда у вас возникает либо грыжа межпозвоночного диска, либо атрофия и дегенеративные изменения, или неподвижность, или, точнее, наоборот, подвижность межпозвоночных дисков, так или иначе, может ваша висцебральная артерия иметь определенную компрессию, и что нарушит гемодинамику. Ровно так же у вас может и не быть серьезных остеохондрозных изменений, но поскольку ваши трапециевидные мышцы сильно спазмируют, сильно сокращаются и сжимают ваши позвонки, это может нарушить некоторую гемодинамику, но никак не создать деформацию хрящей и вызвать дегенеративные изменения. Но это напряжение способно ухудшить кровоток вашего малого круга кровообращения, и кислород не будет поступать в должном объеме к головному мозгу, что вызовет головные боли, головокружение, мушки в глазах, всякие вспышки, летающие ниточки и так далее, и тому подобное. Итак, даже если вы находите состояние тревоги, невротического расстройства, и у вас сильный тонус трапециевидных мышц, это не способно привести вас к серьезным дегенеративным изменениям в хрящах, но способно вызвать компрессию рецепральных артерий. Это понятно? Поэтому вывод делаем следующий. Ваш невроз, ваше эмоциональное расстройство не может вызвать остеохондроза, но может вызвать напряжение, которое спазмирует позвонки и нарушит гемодинамику, либо создаст компрессию на отростки межпозвоночных дисков, которые будут, соответственно, эродировать всевозможными болями в разные отделы позвоночника, но, опять же, не создаст остеохондроз. Вот это, я надеюсь, всем понятно, и больше на эту тему мы говорить не будем. Соответственно, бывают случаи, когда человек имеет остеохондроз, и об этом не в курсе, и об этом ничего не знает, и он начинает в какой-то период жизни испытывать серьезную невротическую эмоциональную проблему. Он начинает пребывать в состоянии тревоги. Его мышцы начинают напрягаться. И когда его мышцы напрягаются, начинается компрессия висцебральных артерий, либо он просто сидит долго за компьютером, его мышцы начинают спазмироваться, он начинает испытывать симптомы головокружения, болей, он приходит к врачу, ему говорят остеохондроз, и он думает о том, что его внутреннее состояние напрямую связано с остеохондрозом. На самом деле, у него был остеохондроз, который связан с его образом жизни, его малой подвижностью, нарушением прочих осанок и так далее, образа жизни сидячего и так далее. Потом у него актуализировался его личный невроз, связанный с его эмоциями, связанный с его реагированием в среде, и это наложилось. И ему просто объяснили, что у него есть остеохондроз, не объяснив, что у него есть эмоциональное, личностное невротическое расстройство. И вот тут возникает путаница, что это связано, потому что на сегодняшний день, наверное, мало людей, обследовав которых, мы не найдем в том или ином отделе каких-то остеохондрозных изменений. Ровно так же человек может начинать испытывать сильные боли, головокружение, мушки в глазах, чувство дереализации. У него не будет вообще никаких невротических расстройств высокой классификации, но придя на обследование, мы увидим дегенеративные изменения в хрящах межпозвоночных дисков. Отсюда мы делаем вывод, что если у человека не было никогда панических атак, он не жаловался на ВСД, он не жаловался на личностные расстройства, на УКР, невростыния, истерия, но он всю жизнь прожил, например, за компьютером, и у него хрящи начинают стираться, и симптоматика начинает проявляться, это тоже не невроз, это обычный остеохондроз со своими последствиями. Вот и всё. Поэтому вывод. Невроз не создаёт остеохондроз. Остеохондроз не создаёт невроз. Я надеюсь, это всем стало понятно. Концепция о том, что невроз сдавливает длительное время позвонки, не имеет подтверждения ни в статистике, потому что я вам могу привести огромное количество примеров, где люди имеют остеохондроз абсолютно энергически стойкий, абсолютно без ярких эмоциональных проблем, никогда не знающие панических атак, никогда не знающие невротических расстройств, но при этом имеющие большой вес, при этом имеющие ожирение, при этом имеющие нарушение обмена макролитов, при этом имеющие нарушение осанки и так далее и тому подобное, у него будет серьёзно и могут наблюдаться хрящевые изменения в концепции остеохондроза и прочих нарушений именно скелета. Соответственно, постулировать о том, что это связано, невозможно. Да, невротическое напряжение спазмирует, невротическое напряжение создаёт компрессию либо на корешки, либо на висцебральной артерии, но никак не создаёт сам по себе остеохондроз. Панические атаки создаются не ввиду остеохондроза, панические атаки создаются ввиду тревожности за ту симптоматику, которая проявляется. Если вас укусил комар, и если вы придумали себе о том, что это как-то опасно, что это какой-то симптом чего-то, вы можете испугаться. Ровно так же у вас появились симптомы остеохондроза, компрессии нервных и нервных корешков, и вы можете тоже испугаться. Соответственно, что же надо понимать? Понимать надо то, что если есть остеохондроз, дегенеративные изменения, нужно лечить остеохондроз согласно предписаниям врачей-кинезиологов, врачей-неврологов и так далее, и тому подобное. Если у вас есть чувство тревоги, чувство беспокойства, панические атаки, общие вегетативные напряжения, надо заниматься эмоциональной сферой. Если есть и то, и то, то мы делаем сочетанную комбинированную терапию, где врачи-неврологи занимаются и кинезиологи, и физиологи занимаются, соответственно, вашим позвоночником, вашим образом жизни, вашей физической культурой, вашими обменными процессами, а ваш психотерапевт занимается вашим эмоциональным состоянием. Соответственно, надеюсь, что вы теперь понимаете о том, что никакой связи нет. Просто когда у человека возникают радиации, болей, всевозможные онемения рук, конечности, и они почему-то ошибочно считают, что это симптомы ВСД. И им начинает казаться, что остеохондроз создает ВСД. На самом деле, остеохондроз проявляется самостоятельно, проявляется по-своему, а вегетососудистая дисфункция именно эмоционального расстройства проявляется просто как вегетативные мобилизации симпатического отдела нервной системы в виде тухикардии, ввиду повышения артериального давления, ввиду диареи, ввиду нарушения функции дыхания, ввиду общего напряжения мышц и постоянным чувством тревоги. Но опять же, подчеркнусь, это постоянное чувство тревоги не способны стереть ваши позвонки, не способны привести вас к серьезным изменениям дегенеративных в хрящах ваших межпозвоночных дисков, но способны создать компрессию на позвонки таким образом, что создастся компрессия на позвоночные диски, создастся давление на корешки либо на висцебральные артерии. Если мы возьмем условно здоровый позвоночник и возьмем, например, социофоба, человека с социофобией, с ОКР, который благодаря своей социофобии не контактирует с людьми, не занимается спортом, весь день сидит в компьютере, потому что он изолирован от социума, конечно у него будут наблюдаться остеохондроз ввиду того, что его невроз не дает ему социально адаптироваться и вести здоровый активный образ жизни. Ровно так же мы можем взять условно здоровый позвоночник у человека и у него есть невротическое расстройство и его напряжение от невротического расстройства, например, трапециевидных мышц может создать компрессию десцебральных артерий, что опять же будет проявляться ввиду помутнения головы, ввиду там всяких мушек, болей и так далее. Я надеюсь, вы теперь понимаете, что это такое и что это никак не связано. Это отдельные вещи, которые надо лечить также отдельно в ряде случаев сочетанно. Следующая история заключается про то, что читал несколько историй в каких-то группах о том, что я стала заниматься психотерапией и мне стало легче. Опять же, человек считает, что психотерапия каким-то образом может изменить состояние ваших хрящей межпозвоночных дисков. Это полный абсурд. Состояние хрящей ваших позвоночных дисков психотерапия изменить не может. Если у вас ваше эмоциональное расстройство спазмировало трапециевидные мышцы, ввиду чего у вас возникла компрессия на корешки или компрессия висцебральных артерий, то грамотная психотерапия может снять общее напряжение и вы будете чувствовать себя легче. Это правда. Но никак это не вылечит ваш остеохондроз. Это вылечит вашу компрессию. Соответственно, понимаете, что остеохондроз это хрящи, это межпозвоночные диски, а ваш невроз это напряжение. Если это накладывается, то это еще хуже. Ровно так же у вас может быть здоровый позвоночник, вы испытали сильное чувство невротического состояния, у вас сжалась шея, либо так и у вас начинаются симптомы компрессии или кислородного голодания головы. Ровно так же у вас может быть не быть невроза и у вас будет ввиду вашего образа жизни проблемы с кровотоком, проблемы с иннервацией из-за остеохондроза. Путать это не нужно и не надо валить все в одну кучу. Поэтому вывод психотерапия никакого отношения к вашему остеохондрозу не имеет. Психотерапия имеет отношение только к вашей эмоциональной сфере. Вот и все, не больше. Создавать себе тревогу, создавать панику по поводу проявления остеохондроза или проявлением компрессии или сцедральных артерий путем эмоционального состояния вы можете столько, сколько угодно. рекомендации. Если есть научно доказанные высокоточными исследованиями, что есть проблемы с шеей, это физиопроцедуры, это массаж, это прогрессивная релаксация по Джекобсону, все, что связано с мышцами и все, что связано с вашей физической культурой, на это есть отдельные специалисты со специальной гимнастикой, с массажами и так далее и тому подобное. Если есть невротическое расстройство, где есть эмоциональные повышенные фоны, тревожность, то вы занимаетесь психотерапией, но никогда не связывайте первое и второе остеохондроз, невроз и вегетососудистые дисфункции. Вегетососудистая дисфункция вообще никакого отношения к вашим межпозвоночным дискам не имеет. Состояние онемения рук и так далее это не вегетососудистая дисфункция, это иннервация ваших поврежденных нервных корешков ввиду дегенеративных изменений в позвоночнике. И еще раз повторю, ваш невроз не способен стереть ваши межпозвоночные диски, но способен создать даже на здоровом позвоночнике такой вид напряжения, что вы будете чувствовать боли, сжатие и так далее и тому подобное. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы, теперь вы понимаете, что нужно заниматься здоровым образом жизни, физической культурой, массажем, если вы офисный работник, то вам обязательно показаны тренировки в тренажерном зале, плавание, массажи, динамические виды спорта, смотреть за процентом жира в организме, за тем, что вы кушаете обязательно. Если есть проблемы с лишним весом, вы занимаетесь лишним весом, вы занимаетесь ЛФК, здоровым образом жизни. Если есть эмоциональная невротическая проблема, у вас есть панические атаки, ни в коем случае не думайте, что ваши панические атаки могут быть вызваны остеохондрозом. Ваши панические атаки вызваны прежде всего испугом за какие-то проявления в теле, которые вы считаете опасными, которые вы считаете угрожающими. Невротик может посчитать угрожающим всё, что угодно. Понимаете? Поэтому неважно его головокружение, если оно вызвано спазмом мышц трапециевидных и нарушилась гемодинамика, при здоровом позвоночнике он этого испугается, что абсолютно не невротик, скажем так, имеющий серьёзную патологию шеи, тоже может на самом деле испугаться, потому что у него там закружилось, заболело. А может и не испугаться, просто при этом у меня вот там шея болит, голова кружится. Но он не испытывает никаких эмоций по этому поводу. Поэтому не путайте, пожалуйста, Божий дар с лишницей и люди, которые пишут в социальных сетях о связи, о прямой связи, о том, что одно перетекает другое, полный абсурд, не выдерживающий никакой статистики, не выдерживающий никаких фактов, никакой медицинской закономерности и так далее. Поэтому не путайте эти два состояния и не надо надумывать себе, что мой невроз может привести меня к остеохондрозу, или мой остеохондроз привёл меня к ВСД. Это абсолютно неправда. Так что будьте здоровы, занимайтесь своим образом жизни, занимайтесь своим физическим здоровьем и занимайтесь своим психологическим здоровьем. Хоть это и не связано, но тем не менее здоровый позвоночник это наша с вами основа, ну и здоровое эмоциональное состояние это наше качество жизни, как и здоровый позвоночник тоже качество жизни. Но это не пересекается напрямую одно в другое не выливается. Это две таких важных фундаментальных стержня. Первый стержень это ваш позвоночник, второй стержень это ваше эмоциональное состояние. Оно никак не переплетается в медицинской физиологической анатомической истории. Поэтому, пожалуйста, это всё не путайте. Занимайтесь психотерапией, если это невротическое расстройство, занимайтесь физиотерапией, массажами, ЛФК, если это в ради случаев показано хирургическое вмешательство или новокаиновые и прочие блокады, если там уже идут серьёзные проблемы именно уже межпозвоночных дисков и так далее. Ну, на эти вопросы вам уже будут отвечать компетентные неврологи, компетентные физиологи, кинезиологи и так далее. Что ещё хочется вам сказать, что ещё раз повторюсь, вегетососудистая дистония не является заболеванием ни позвоночника, ни сосудов. Вегетососудистая дисфункция это синдром, а не болезнь, указывающий на повышенное эмоциональное состояние. Соответственно, если у вас есть повышенное эмоциональное невротическое расстройство, вы будете испытывать определённые вегетативные проявления, связанные с беспокойством. Сначала беспокойство, а потом уже ваша вегетативная иннервация, скажем так, а не сначала вегетативная иннервация, а потом беспокойство. Это важно понимать. Соответственно, ваш остеохондроз никакого отношения к вашему беспокойству не имеет. Если у вас здоровый позвоночник, вы можете беспокоиться сколько угодно, хрящи ваши не пострадают. Ровно так же, если у вас больные хрящи, вы можете не беспокоиться или беспокоиться хрящам от этого ни тепло, ни жарко. Соответственно, если у вас такой уровень социальных страхов, если у вас такой уровень ОКР, что ваши трапециевидные мышцы постоянно спазмированы, это не создаст остеохондроз, но создаст компрессию межпозвоночных дисков, которые будут давить на корешки или сжимать висцебральные артерии, что приведет вас тоже к определенной симптоматике, но не создаст остеохондроз, но приведет к компрессии. Компрессия не есть остеохондроз еще, это просто компрессия, которая может быть снята путем физиотерапии, путем массажа, путем психотерапии, именно коррекции эмоционального состояния. Не путайте одно с другим, будьте здоровы и счастливы. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса, скоро увидимся, до встречи, до свидания.